Всем хай, ребята, и добро пожаловать на новое видео! Сегодня мы с вами будем рассматривать не один, а сразу два мода. Сейчас я объясню почему. Один из этих модов зависим от второго, но при этом второй же мод можно использовать без первого. Сейчас я более подробно вам объясню всё. Два наших мода, про которых мы сегодня поговорим, это Immersive Portals и Doors of Infinity. Итак, давайте сейчас посмотрим, что же у нас делает Immersive Portals. К примеру, мы хотим взять и построить портал в ад. Мы строим его, в принципе-то, как обычно. Строим его, в принципе-то, как обычно. Вот таким вот образом. Теперь зажигаем его, и мы видим, что здесь не просто появился портал, а пошла загрузка чанков. Даже Майнкрафт немножко подлагивает. Но это нормально. То есть сейчас он у нас обрабатывает кусочек ада, который бы мы увидели первым делом, когда зашли в ад. Вот. И сейчас всё это у нас произошло. Заходим через этот портал в ад. Так. На плоском мире бывают небольшие баги со всем этим делом, но вот наш портал, и мы видим, что там, без какой-либо рамки портала, без какой-либо другой фигни, у нас сразу виден обычный мир. А если смотреть с обычного мира туда, в ад, то мы видим уже как раз-таки сам ад. Вот так вот это прикольно всё работает. В неплоском мире это работает без вот этого бага, который вы сейчас видели, поэтому можете не волноваться. Это только у меня вот здесь такой косячок небольшой. А так это выглядит просто шикарно. Это, наверное, реально один из самых таких офигительнейших модов вот такого вот формата. Это просто выглядит очень круто. То есть теперь у нас порталы действительно как порталы. И то же самое может быть и с эндер-порталом. С эндер-порталом давайте мы сейчас его с вами, ребята, построим. Сейчас мы построим эндер-портал. Так, возьмём око и сами рамочки. Теперь по классике отстраивая от центра, ставим все эти, 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 эти блоки. Блоки эндер-портала давайте. Сейчас мы их активируем. Активируем, вставляем все глазки. Вот таким вот образом у нас происходит небольшой пролаг. И там уже внизу, вы видите, прямо отсюда эндер-мир. Вон они, эти самые кристаллы стоят, да. И там уже начинает загружаться наш эндер-остров, да. Но если мы туда уже зайдём, в сам портал, мы обычный портал отсюда уже не будем видеть. То есть, ну, чтобы люди не читерили во время битвы с драконом. Это происходит таким вот образом. Но это всё, ребят, очень круто. Я думаю, вы сейчас сами это всё видите. Но самое интересное ещё впереди. Сейчас вы просто офигеетят. Рассмотрим второй мод. Вот, это у нас мод Doors of Infinity. Двери бесконечности. Значит, он добавляет у нас, вы сейчас просто охренеете, карманные измерения. Да-да, собственные, настоящие карманные измерения, которые вы можете как хотите кастомизировать, строить в них, что хотите. Строим вот такую вот, сначала смотрите, рамочку из вот этого блока of Infinity. Блока бесконечности. Крафтится этот блок у нас вот таким вот образом. Нужно 4 обсидиана и 1 глаз эндера. То есть, чтобы построить вот такую вот хрень, вам понадобится как минимум, как минимум 2 глаза эндера и как минимум 8 обсидиана. Вот. И тогда у вас получится, вы сможете построить вот такую вот рамочку. Следующее же, что вам потребуется, это Infinity Door. Дверь бесконечности. Для этого нужно еще 6 таких блоков бесконечности. 2 железные дверки. 2 железные дверки. И 1 алмаз в центре. То есть, ну, крафт в принципе не такой уж сложный, но это реально стоящая штука. Она реально стоит своего крафта. Смотрите теперь, ребят. Мы ставим вот так вот дверку. У нас такой небольшой подлак происходит, потому что создается наше измерение. И теперь мы можем открыть эту дверь, и у нас будет вот такая вот белая комната с черными стенами. Мы можем эти стены черные разбить, и мы увидим, что дальше идет пустота. То есть, у нас наше карманное измерение выглядит как вот такая вот комната, висящая в пустоте. И теперь, если мы сюда, например, вкопаемся, в эту комнату, вот, то мы здесь фактически можем эти блоки рушить и ставить свои блоки. То есть, например, я захочу тут сделать, да, какой-то булыжниковый пол, да. Я могу вот это вот все сломать, вот это вот все белое. И сделать здесь реально булыжниковый пол. Ребята, это просто офигительно. И причем это карманное измерение, как вы видите, оно занимает совсем мало места. То есть, вот, вот это и все. Вы можете сделать огромнейший склад огромнейших размеров просто вот в такой вот маленькой комнатушке, которая на самом деле внутри себя включает целый бесконечный мир. Это просто, ребята, офигительно. И теперь смотрите, то есть мы можем здесь сделать там из булыжника, да, какой-то склад. Я не буду тратить время достраивать это все. Вот. А мы, например, здесь можем взять вот так вот, построить по соседству дверь соседнюю. И за соседней дверью у нас уже будет отдельный мир другой, который с тем миром никоим образом не связан. Это будет два разных мира. И это просто, ребята, офигительно. То есть, здесь мы, например, можем наставить каких-нибудь сундуков. То есть, вот это уже у нас реально будет склад такой, да. Типа, вот так вот он будет у нас, ребята, выглядеть. Если кто-то, к примеру, скажет мне, что вот эти комнатки, это им очень мало. Ребят, смотрите, я сейчас просто вам что покажу. Мы берем, например, полированный гранит. И просто вот так вот строимся. То есть, эта комната, это не предел. Вы реально можете совершенно бесконечно расширять вот эту комнату. Вплоть до того, что вы, если прям совсем-совсем псих, вы сможете построить огромнейших просто размеров мир, от которого все будут просто офигевать. Вот. Собственно, этот мод, это просто что-то с чем-то, ребята. Это просто что-то с чем-то. Потому что такого реально в Майнкрафте не хватало. Как минимум в Майнкрафте с модами. В ванильном, я не знаю, как бы это вписалось. Но в Майнкрафте с модами на сборочках это просто вот этого реально не хватало, ребята. Собственно, в этом и главная плюшка данного мода. Что мы можем создавать у себя дома какие-то части базы, может быть, продлевать. Может быть, создавать хранилища. Может быть, просто создать какое-то свое личное пространство для уюта. За вот такими вот Infinity Door. Вот такими вот дверями бесконечности. Ах да, ребята, и чуть не забыл. То, что я вам сказал. То, что один из модов работает сам по себе, без второго. А второй работает только вместе с другим модом. Смотрите, про что я говорил вам. Мод, который добавляет у нас то, чтобы порталы, например, адский или эндер портал, были сквозными. То есть, Immersive Portals он называется. Он может работать и самостоятельно. То есть, вы можете его поставить и играть с ним. То есть, у вас будут сквозные портал в ад и сквозной эндер портал. Но если вы хотите добавить себе мод на вот такие вот карманные измерения, то вам придется поставить Immersive Portals, который добавляет сквозные порталы. И после только вот этот уже мод. То есть, для него, для его работы, обязателен Immersive Portals. Вот так вот, ребята. Вот таким вот образом, в принципе, это выглядит этот мод. Я надеюсь, что вам он реально понравился. Потому что это просто офигительнейший мод. Мне он очень сильно зашел, ребята. Вот, серьезно, без шуток, полностью серьезно говорю. Мне он очень сильно зашел. Вот, поэтому, если вам тоже понравился этот мод, если вам понравилось это видео, поставьтесь прямо сейчас лайк под ним. Напишите комментарий, чтобы вы хотели видеть, какие моды. Да, и просто, как вам вообще понравилось видео и сам мод. И обязательно подпишитесь на канал, потому что это стимулирует меня снимать новые видео. Ну, а на этом, я думаю, мы можем закончить. Спасибо вам огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока, ребята.